Привет, ребятки! И мы с вами снова играем в Ведьмака, и у нас будут сейчас уроки фиктования с сестричками-близняшками. Нам нужно переждать день, правда, для этого, так что давайте с вами помедитируем до 7 утра и посмотрим, к чему это приведёт. Всё, ребят, готово, погнали. Приветствую! Вы по какому делу? Всё то же самое, всё то же самое. Я договорился с Розой об уроке фехтования. Геральт из Ривии, правильно? Барышня как раз вышла погулять к храмовому мосту. Просила, чтобы вы к ней присоединились. Интересно, чувствую, будет урок. Спасибо. Всё, я сразу присоединюсь, встретиться с Розой. Посмотрите, киски. Посмотрите, сколько... Вот, блин, целых три КТ, ребята. Давайте, ребят, лайк за КТ. Ну и такие крутые. Я обожаю КТ, ребята. А, тут нельзя особо скакать, да. Я всё не забываю, всё не хочется разогнаться и просто на таран всех. В общем, да, ребят, мы продолжаем играть в Ведьмака, и я решил, я решил прервать на секунду сюжетное задание. Просто вот сделать встречу с Розой, и потом вернёмся к сюжету, ребята. Ребята, не волнуйтесь. Далеко от сюжета мы не уйдём. Далеко мы не уйдём, продолжим дальше проходить. Я не стремлюсь пройти игру первым. Блин. Теперь помедленнее. Блин, надо посмотреть, что там происходит. Я не стремлюсь пройти игру первым. Я кто-то писал, что Джек Шепард спланирует пройти игру раньше всех. Джек Шепард спланирует прям в самом первом-первом пройти игру, но... И мне сказали, а ты будешь с ним так спор устраивать, и типа того. Я сказал, да ну нафиг мне оно надо. И мне написали, ради спортивного интереса. Я говорю, какой спортивный интерес? Я хочу получить довольствие от игры, ребят, вместе с вами. А не просто, а давайте-ка я пройду игру первой, и просто пропущу всё-всё-всё. Это же неинтересно. Поэтому нет, я хочу проходить сюжет, как и вы, ребят, но я хочу и док-задание. Я тебя поцелую. Да у меня не надо, не трогай меня. Мне хочется и док-задание проходить. Мне кажется, они, в принципе, интересные, ребята. Те же вот эти задания с розы, это всё довольно прикольное задание. Причём они дают предметы, которые помогают сюжет проходить. О, здесь всё, уже можно разогнаться. Не, всё, здесь нельзя, что ли? Мы же выехали из Новиграда. Эй, Герасик, сюда! Ты всегда гуляешь с полком Нильфгардской пехоты? Всегда. Папа велел. Это для твоей же безопасности, Роза. Люди нас здесь ненавидят. И за что это? Что я им сделала? Да хватит об этом. Солдат, можете идти. Но его превосходительство, посол Воратры, говорил, что... А моё превосходительство говорит совсем другое. Ты его не узнаёшь? Это Геральт из Ривии. Лучший фехтовальщик Севера. Мне с ним ничего не грозит. Ну, кругом шагом марш. Раз-два, раз-два. Наконец-то. Ну, Геральт, пойдём. Я тебе кое-что покажу. Мы договорились об уроке. Мы условились об уроке фехтования, а не о прогулке, так что. Знаю, Геральт. Не нуди. Просто иди со мной. Ну ладно, хорошо, я пойду. Я, в принципе, выбыл. Ладно, пойдём. Если бы был такой вариант. Ну, задание, как я понимаю, станет всё-таки поменьше дополнительно. Подсчитываю, что мы эту местность, ребят, уже прошли вдоль и поперёк. Нам после вот этой местности, Велена и Новикрада, только остров останется. И всё, с Керрига. И всё, там больше... Больше я не знаю, что дальше. Дальше, наверное, просто будет садомия и всё. И разврат. Не хочу... Как пожелаешь? Как пожелаете, барышня. Только чур потом не плакать. Если что, дам тебе платочек. Защищайся. Да я думаю, ничего страшного, если мы... Мне нельзя же сколдовать. Ты что вытворяет? Дерусь с точкой, пошла на мечах. Представляю, проходит домой такая, и папа спрашивает. Доченька, кто тебя побил? Ай, перестань, я сдаюсь. Ты в порядке? Да. Единственное, что ты серьёзно ранил, мою гордость. Кстати, откуда у тебя взялся интерес к фехтованию? От скуки. Знакомых у меня здесь нет. Отец меня держит в ежовых рукавицах. И всё время одни банкеты. Ненавижу банкеты. Ага, разговоры скучные, ядоль гнусная, выпивка херовая. Вот именно. А с мечом в руках я могу хотя бы немного подвигаться. Выпустить пар. Ну хорошо, так что теперь? Возвращаемся домой. Только, Геральт, я понимаю, что это немного невежливо. Извини, но у меня съехал корсет. Ты можешь ненадолго отвернуться? Он не в хуже спивается. Я понимаю, что женщина должна следить за внешностью. Но драться в корсете — женское движение. Ро... Роза! Зараза, сбежала. Если с ней что-нибудь случится, воратор оторвёт мне башку. Ну у нас есть ведьма чуть-чуть её отследим. Она не могла уйти далеко. Ну да, отвернулся на секунду. Может, всё-таки человек. Не крутись-то, вот. Мне кажется, она просто пытается меня... Она знает, что я ведьмак, а я уверен, она знает, что... Мы с приедем можем подсесть. Да не хочешь ты забралась от Нильфгаарда, солнышко. Я не знаю, вернёшься ли. Это дочь посла Варатре. У неё дипломатический иммунитет. Они не знают, что это такое. Я не очень понял, что там у неё. Зато знаю наверняка, что ты снюхался с Нильфами. А с чё тут удивляться, Лукас? Ведьмакар всегда тянет к чудовищам. А с этой чудой мы ещё разберёмся. Ты обидел девушку. Попроси у неё прощения сейчас же. Так вежливо, как только сумеешь. Простите, барышня. Простите великодушно. Веди себя хорошо, как твой приятель. Поклонись и иди проявлять свой патриотизм где-нибудь в другом месте. Лукас и Коба. Я запомню эти имена. А когда мы займём Новиград, найду их и посчитаюсь с ними. Успокойся, они в конце концов ничего тебе не сделали. Они подняли на меня руку. Этого достаточно, чтобы им эту руку отрубить. И ты удивляешься, почему местные ненавидят Нильфгард? Я думала, ты не такой, как остальные Нордлинги. Что ты нас понимаешь. Наши представления о справедливости. Но теперь вижу, что ошибалась. Наверное, зря это. Я думаю, тебе пора домой. Самой короткой дорогой. Понимаю. Будь здоров, Геральт. Удачи на пути. Я хочу другой вариант ответа сейчас попробовать, ребят. Мне кажется, можно было по-другому. Поддержать. Потому что нам с Нильфгардом ещё дружить. Да, ну, закончим. Давайте попробуем второй вариант. Урок закончен. Запомни то, чему ты сегодня научилась. Думаю, тебе часто придётся обнажать меч. Я не понимаю тебя, Геральт. Почему тебя так взволновала судьба двух пьянчужек? Чем они тебя так тронули? Мир будет лучше без... Я думаю, тебе пора домой. Самой короткой дорогой. Понимаю. Будь здоров, Геральт. Удачи на пути. Ну, по сути, эффект тот же самый. Этот сейчас она была чуть понежнее, но... Тот же самый эффект. Потому что в итоге же я как бы их защитил. Я их в большей степени защитил, чем её, если подумать. Так что, да. Почему меня волнует судьба двух пьянчужек? Да потому что я добрый чел. Вот почему. Я пришёл в новую деревню. И тут, смотрите, какой-то у нас разговор рядом с Новиградом. Деревня, а потом, раз мы взялись за дополнительное задание в начале вот этой серии, давайте в деревеньку новую, так сказать, тут позанимаемся. И в чём дело? Ещё прятаться. Ни в чём. Иди своей дорогой. Заткнись, Готард. Он нам помочь может. Нанда, волчица хочет напасть на нашу деревню. Они Бертраму хотят отомстить. Дереку нас немного. Но мы заплатим, если вы нас защитите. Запросто. За что она хочет тебе отомстить? За то, что я их охотникам за колдуньями выдал. С каких это пор охотники за колдуньями интересуются бандитами? Банда волчицы деревню разоряла, а защищать нас никто не хотел. В конце концов, Бертрам к охотникам пошёл защиты просить. Ну и как охотники ими занялись, стало потише. Только теперь волчица обо всём разузнала и хочет Бертраму убить. Помогите. Не то плохи будут наши дела. Ладно, я помогу. Я займусь бандитами. Спрячьтесь по домам и запрете двери. Вы бы с ними поосторожнее, сударь ведьмак. Они очень серьёзные. Красная шапочка. До сумерек, ладно. Сохранимся и ждём до сумерек. Нет, обязательно стоять и ждать можно вот так вот. Где? Пока ещё вроде не смеркается. Давайте ещё два часа. Во. Кто-то идёт. А, нет. Пёс и торговец бродячий. Что есть у бродячего торговца? Ух, пес бродячий. Смотри, приветствую. Покажи, что... Малый грифт, реклав, нет, всё неинтересная вещь. Давай. Ооо. А ты что? Мы пришли за беременом. Давайте. Ведьмак. Тебя что, деревенские наняли? Наняли, чтобы я их защищал от чудовищ. И от людей, которые умеют превращаться в чудовищ. А ты поверил, что я умею? Разве нет? Можешь проверить, если хочется. Или выдай мне Бертрама. Никого другого мы не тронем. Что такого тебе сделал этот Бертрам? Ха-ха, значит, этого они тебе не сказали. Ну так слушай. Он пришёл ко мне полгода назад. Обещал нам подсказывать, кого из деревенских стоит потрясти. А взамен получил долю в добыче. А потом жадный стал. Хотел всё больше. Но я ему отказала. Тогда он напустил на нас охотников за колдуньями. Из-за него половина моих людей погибла. Отойди, ведьмак. Это не твоё дело. Нам нужен только Бертрам и никто больше. Вот тебе моё слово. Я даже не знаю, ребят. Пишите в комментариях, как правильно. Я думаю, может отдать Бертранову, раз... Как бы ты его вина. Он навлёк опасность на деревню. Он не просто... Не просто так всё это произошло. Делай что хочешь. Я не буду стоять у тебя на пути. Делай что должно. Разумное решение. Видишь? Всё прошло гладко. Это тебе за понимание. Идёмте, господа. 20 крону. Крестьян. По-моему, крестьянам плевать побольше. Частью на то, что произошло. Пасека Майерс... Майерс Доро. Майерс Доро. Ага, боже мой. Не могу прочесть. Ребят, да мы идём с вами на очередное задание. Заказ медоносный призрак. Я не знаю, что это за... Я не знаю, что это может быть за медоносный призрак. Мне кажется, что призрак может быть медоносным. По крайней мере, что у него плохого, если он медоносный. Холлоферн Майерс Доро. Майерс Доро. Машим услугам. А это мои сыновья. Берни, Франклин и Гуго. Очень приятно. Геральт из Ривии. Я знаю, кто ты. Я тебя по волосам узнал. Сказать по правде, я ждал кого-то вроде тебя. Наверное, дело в медоносном призраке. Я видел объявление. Все верно. Он мою пасеку опустошает. А наградим. Что касается платы. Триста трактористов. О-о-о. Ах, ладно. Двести пятьдесят. Ох. Ну, пусть так. Если ты нас от призрака не избавишь, мы по-любому разоримся. Будем считать это инвестициями. А триста не то, нет? Рука. Триста тоже инвестиция. В трактористов. Ты же понимаешь, что ничего подобного, никакого медоносного призрака не существует. Это должно быть какое-то чудовище. Может быть, дух. Работники твои видели что-нибудь? Я видел. Я как раз чистил улей, и один батрак вдруг закричал. Орал так, будто его покусала целая туча пчел. Я подбежал к нему, но он был уже мертв. У него были следы от укусов? Скорее, от обморожений. Синие губы, иней в волосах. А вокруг полно мертвых пчел. Что вы сделали с телом того батрака? Я бы его осмотрел. Поздно. Мы похоронили беднягу несколько дней назад. Покажете мне место, где появился призрак? Идем. Прошу сюда, за мной. С чего вы вообще взяли, что это медоносный призрак? Это такая примета у пасечников. Если дарами пчел плохо распоряжаются, то приходит медоносный призрак. Он разбивает ульи и убивает пчел, чтобы никто не использовал этих благородных созданий в неправедных целях. Вы что, натравили пчел? Они так смешно бегают. Нет. Отец подписал недавно контракт с реданцами. Ну, значит, призрак из Нильфгарда. Ну, да, реально не смешно бегают, посмотрите на них. Кто их анимировал? Ладно, я вижу. Тут вот, на этом самом месте призрак убил батрака. Может, остались какие-то следы? Весь покрытый ним. Холод должен быть и убил пчел. Кровь. Почернело и засохло, значит, прошло несколько дней. Должно быть, это вылетворяется кудостной призрак из здоровенной ноги. И он очень тяжелый. Что же это за тварь-то такая? Следы исчезают в воде. От этой лужи, которая притворяется озером, почти ничего не осталось. Проверю другой берег. Может, следы идут дальше. Вполне возможно, где-то тут. если есть то должны быть и утопцы но скорее всего это не они уничтожили утопцы восемнадцатого левого видите они даже какие то более агрессивные красные видимо от того что уровень выше броньку себе купили еще следы из воды нам нужно далее куда ведут надо обобрать эти утопцы потому что можно крафтить более сильные мутагены малый мутаген я скрафтил кстати уже более сильный мутаген у меня десяти процентов здесь сильный большой синий мутаген у меня десять процентов может знаков в итоге на сорок вырастает что очень очень хорошо здесь он не протиснется должен быть другой вход и подвал мне тебя за что же за чудовище так как я это открою может есть какой-то рычаг или типа того всегда ребят всегда есть какой-то вход вопрос там где так так давайте я шаг сделаю потому что когда он бежит мне тяжело управлять ведьмаком ай 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 не беги не беги я не знаю что делаю я эти двери уже встречал но не знаю как открыть подобное открыть подвал легко сказать как он открывается рычаг есть или я никогда не понимал что тут как бы дверь стоит и у нее даже нет кнопочки f на двери не бомбой что взрывать бомбой бросим это это конечно странно конечно же она не сработала вот получилось так что я там на ощупал f у меня есть ключ пожалуйста отец начал строить этот дом для Берни Но нам не хватило денег С тех пор стройка стоит Это замечательное укрытие для того, кто уничтожил вашу пасеку Я войду, а ты лучше возвращайся домой и запри покрепче двери Неизвестно еще, что я оттуда выпущу Кстати, я не знаю, я просто тут ходил, ходил, пять минут что-то искал Ключили типа того Потом не мог нащупать тех, но тель нащупал Видите, она тут с трудом нащупается где-то А вот тель нащупал, это очень странно Я нашли призр, как же больше похож на гонщиво псардики охоты Вот в этом я догонялся Я за ним ест За ней загончи Назад бежит Ударить с коня, кстати, это очень тяжело Особенно бегущая цель Надо заранее подгадать О, черт, видите, даже заранее не подгадаешь удар Потому что цель бежит вражная сторона Потому что замах долгий Я даже не в той стороне замахиваюсь в большинстве случаев Я не знаю, почему у меня не получается ее Что я не так делаю, а? Вроде один раз вроде замахился и с той стороны удар был Во, наконец-то Гори огнем Пес меня ненавидит уже по умолчанию Я не знаю, что я не знаю Я не знаю, что я не знаю Почти, ребят Ну, не слишком сильно этот пес, но И он опасен Особенно для селян Готово Бедоносный призрак Пора вырезать трофеи Бум Да, пора доложить, что миндалосного призрака не было Дикая охота свою собачку забыла Смотрите, кого я тут нашел, какая-то бабушка зла Что случилось? Мало того, что война, господин мой Так еще и куры у меня пропадают А кто джеть? Воров ты видела? Каких воров? Чудовища У меня курочек похищают На обычных грабителей я бы сама управу нашла А с такими что сделаешь, а? Ну, тут ведьмака можно вызвать Я могу этим заняться Разумеется, не бесплатно Но за твои годы я сделаю тебе скидку Болтовня одна Что так, что эдак с меня три шкуры сдерешь Ну, что поделать Другие-то на помощь не спешат Куры начали у меня пропадать неделюка И все по одной забирают готы По одной? Интересно Они оставили какие-нибудь следы и чудища эти? Отпечатки лап волчьих Но, странные какие-то Будто волки на двух ногах ходили Оська и Штейгера Помник такой Говорит, что напутала я Только мой старик был на всю округу лучший браконьер Так что лучше меня мало кто в следах разбирается Понимаю Но все-таки я бы сам взглянул на следы Погнали смотреть на следы Так что быть, я должен получить награду Хотя Да, мы сейчас идем наград получать Я не переключил задание Ваш медоносный призрак был гончим псом дикой охоты Во имя вечного огня Так значит, у дикой охоты даже гончие есть Ты не знал? Недели две назад я проснулся ночью И увидел, как дикая охота мчит по небу Должно быть, пес тогда и отстал Вернуться он не смог, вот и затаился на брошенной стройке Это не возместит вам потери Но хотя бы новых разрушений не будет Спасибо, спасибо, ведьмак И все-таки мастер это мастер Хватит на сегодня, ребята, возвращаемся Спасибо за признание моего мастерства Дополнительные задания От той женщины я хочу все-таки выполнить задание Пропавшие цыплят Тут даже нет уровня сложности Походу нам просто Да, 250 монет тоже полезно У меня по 5000 монет сейчас, кстати Не помню, где они там отображаются Со всеми теряюсь Где мне деньги отображаются С кошельком проще, знаете, открыл, посмотрел А, да, у меня в кошельке бумажных денег вообще нет Что же Ищем следы Волчьи следы, все так Хотя Что-то здесь не сходится Да, волк на двух ног Что-то реально тут приколен Следы волчьи, рядом отпечатки маленьких ног Но нет ни следа борьбы Следы маленьких ног Интересно Решил речь к перейти Думал потеряю Тут человеческие уже пошли Делюсь И трусь осторожно У него меч Это солдат Мы живыми не дадимся Я ничего вам не сделаю Так зачем пришел? Тебя прислал тот капитан с черными усами? Я не знаю никакого капитана А пришел я по следу монстров, которые таскают кур Столько шума из-за пары тощих курей Эта хозяйка их совсем не любила Кричала на них И вид у нее, как у ведьмы Что вы делаете одни в лесу? Где ваши родители? Их солдаты схватили Мы переходили реку Но нас заметили Мы бежали Но у тядьки и мамочки были мешки Они нам велели бечь С той поры вы живете одни в лесу? Ну да Здесь чего-нибудь найдем Там чего-нибудь стащим Ничего, живем помаленьку Понятно Откуда взялись волчьи следы? Дядька как-то добыл волка И дал нам по лапе на счастье Мы их под башмаками и привязали Ведь волки же крадут кур, правда? Да, только по одной очень редко Вы живете тем, что обкрадываете других Это плохо кончится Лучше попросите помощи Это у кого же? Кому мы нужны? Мы заберем всех кур А потом пойдем глубже в лес И трусь говорит, что мы будем охотиться Одеваться в звериные шкуры Построим шалаш из листьев И никогда не вырастим Последнее больше всего похоже на правду Берегите себя Да, а то волки могут загрызть Так что Увезите старушку, приветите детей Может она их приветит? Мы, кстати, если подумать, ряд Мы почти все задания из этой области выполнили Может еще какие-то вот типа таких есть Где фигурирует злая бабушка Но по сути мы все выполнили Как жизнь ведьмак Да ничего так Я нашел в лесу в Атагу детей Это они крали кур И что ж Дети эти верхом на волках ездили Не было здесь никаких волков Просто это очень ловкие дети Если они хоть чуточку соображают Пускай теперь держатся подальше От моего курятника Так я хотел попросить Смотри, они сюда еще вернутся Приюти их и они перестанут красть Красть может и перестанут Но кормить-то их надо Очень мне это нужно Ну, ладно Я подумаю Смотри под ноги Ну что же, ребята Давайте посмотрим на то, какие у нас данные есть Пока что я хочу продолжить сюжетную миссию Список блудниц Черный жемчужный распутываю клубок Это с Келлига уже И все остальное Опять же, мне интересно Хотите ли вы, чтобы я играл в Гвинт Чтобы я записал целую серию Даже, может, несколько Где я только играю в Гвинт Просто без всего Без Ведьмака, без путешествия Чисто Гвинт, Гвинт, Гвинт Где я буду играть там по заданию И зарабатывать себе новые карточки Играть буду уже более-менее нормально А не как Не как я раньше играл Вот в проб на пару раз Так что Пишите, ребят, в комменты Увидимся мы с вами в следующей серии Пойдем уже на основное задание Список блудниц Спасибо вам за просмотр, ребята И можете поставить лайк подписаться Если сильно хочется До следующей серии Пока